Здравствуйте, дорогие зрители! Предлагаю прочитать и обсудить мудрые мысли, помогающие нам жить спокойно, мудро, легко, красиво, свободно. 1. Никогда не желай другим боли. Ты не тот, кто желает другим боли. Ты не такой. 2. Если они были причиной твоей боли, они должны иметь боль внутри. 3. Пожелаем исцеления. Кто других терзает, тот сам покой не знает. 3. Люди причиняют боль другим только по одной причине. Потому что они сами испытывают эту боль. 4. Несчастными других делает ведь не счастливый человек, правильно? А несчастный. Поэтому пожелать можно таким людям только исцеления. Только исцеления. Великое исцеление. Про это очень много книг написано. У меня тоже есть в моей библиотеке очень много книг прекрасных, которые учат исцеляться, помогают исцелиться, помогают избавиться от психосоматических заболеваний, не болеть, укрепить свою иммунную систему и так далее. Жить разумно. Так что достичь этого исцеления. Это самое крутое. Когда вы исцелитесь, вы не захотите никому причинять боли. Поэтому боль мы причиняем, потому что мы больны сами. Мир болен. Почему мир ад? А почему другие ад? Потому что вот у них боль внутри сидит. Чтобы найти, нужно потерять. Это кажется парадоксальным. Но именно так устроен мир, так все устроено. Теряем и находим всегда что-то. Когда, например, человек выходит из-под опеки родителей, он становится самостоятельным. Если его все время опекать, родители все время, осуществляющие контроль и опеку, то человек никогда не станет самостоятельным. Поэтому задача родителей, да, воспитать детей, быть им ненужным. Ну и так далее. Это примеров много, да. А можно привести вот этой мудрости. Найти нужно потерять. Ну, скажем, любая ситуация потери, мы всегда что-то находим. Ну, развод, вот, потеря, да, человека. Мы что-то приобретаем обязательно. Мы, теряя розовые очки, например, избавляясь от иллюзий своих, да, мы приобретаем что-то видение свое. Мы можем уже... Мы понимаем мотивы человека. Теряя любовь, мы приобретаем любовь. Как это ни парадоксально, потому что мы учимся себя любить. Мы понимаем, мы учимся тому, что такое безусловная любовь. Или мы учимся тому, чтобы не нуждаться в любви. Вот это есть. Страх меня не любят. Невротическая потребность в любви. Да, так вот, человек, когда теряет эту любовь и сильно переживает, он учится любить себя, любить, безусловно, и теряет страх. Меня не любят. И в конце концов, вот, проработав все эти проблемы свои, да, ему любовь становится просто не нужна. И у него только... А, проработав, что это значит, да, это... Сделав выводы. Когда извлечены уроки, и у него остается только одно чувство. Чувство благодарности за все, что с ним было. Пожалуйста. И дальше уже ему живется гораздо легче, и выстраивать отношения проще. И люди... То есть он уже не ходит с протянутой рукой, да, становится уверенным в себе. Не нуждается в любви, а сам, когда-то потеряв любовь, учится любить. И научившись любить, он дарит свою любовь всем вокруг. Вот как это круто. Так что нам все во благо, все потери. Родину потеряв, да, там, друзей потеряв, круг общения привычный. Человек учится чему? Вот тому самому необходимому в жизни это изменениям. Как меняться? Учится менять себя. приспосабливаться к новым условиям, заводить новые контакты, новых друзей. приходит понимание того, что есть Родина, что она духовная, что это сам человек для себя, это Родина. вот это потрясающее переживание внутреннего, я бы так сказал, вот родства с душой. вот душа эта и есть будет на человека. Это поразительно, просто поразительно. Так, пока ты говоришь совсем не то, что думаешь, слушаешь не то, во что веришь, и делаешь совсем не то, к чему расположен, все это время и живешь совсем не ты. хань, сян, цзи. Мы давайте задумаемся вообще, а умеем ли мы мыслить, а чьими словами мы говорим? А говорим ли мы то, что мы думаем, и думаем ли мы то, что говорим? Час еще и нет. Кого мы слушаем? Понимаете, и вот это очень важно, что прислушиваться к себе, говорить то, что вы сами думаете. это страшно, потому что мы же столкнемся всегда с чем? Любое действие рождает противодействие, как правило, да? Вот почему трудно вырабатывать свое отношение к различным жизненным ситуациям, потому что боимся противодействия, боимся оценок осуждения и вот этого страха людского суда. но другого пути нет, но мы тогда и не живем своей жизнью. Поэтому жить своей жизнью значит иметь свои мысли, иметь свое отношение. это очень хорошо, это очень полезно, очень правильно. Однобокая истина весьма опасна, куда более опасна, чем ложь, ведь она дает себе чувство собственной правоты. Ну вот, это Оша сказал, да? Ну вот, говорят, что у каждого своя правда. Но это и есть однобокая истина. Это и есть вот это чувство собственной правоты. Оно и возникает от однобокости. Если у вас есть семья, который любит вас, несколько хороших друзей, еда на столе и крыша над головой, вы богаче, чем вы думаете. для счастья нужно немного. Вот чтобы быть несчастным, надо много. немного. А вот чтобы быть счастливым, нужно немного совсем. то, что я перечислил. То, что я перечислил. будто им позавчера вручили Нобелевскую премию. Нобелевскую премию. салам. Роста. Развития. вы будете обнаруживать все больше и больше дураков. вы будете видеть, что они неисправимы, что они любят объединяться очень. И так далее. Вот. Это проблема большая. Дураки. Дураки. это огромная проблема. Они и творят этот ад на земле. А больше ада и нет нигде. Только на земле. Вот они творят этот ад. Дураки. Люди, которые не развили интеллект, не развили сознание, разум, ум. Причем дураки, это же, они же сейчас все образованные. Я уже говорил об этом. У них есть кандидатские степени, докторские степени. У них есть деньги, власть. Это страшно. Какое количество дураков. И все они высказываются. Масса идиотов. Я считаю, что проблема номер один, это массовый идиотизм. Массовый идиотизм. Поэтому, что происходит с умными людьми? Они уходят на самоизоляцию такую. Они дистанцируются от общества. Потому что они видят, что они обществу этому не нужны. И вот это безразличие появляется, из которого невозможно уже вернуть человека. Цинизм у кого-то появляется и так далее. Желание – это дверь, чтобы уйти далеко. Отсутствие желания – это дверь, чтобы приблизиться. Ну вот, желание связано с амбициями нашими. А отсутствие желания связано с чем? С нашей душой. И чего мне желать, если я все имею? Если я имею величайшее богатство, сокровище в виде моей души. И стоит мне к ней прикоснуться, как происходит нечто чудесное со мной. Преображение происходит. Душа как бы начинает себя манифестировать. Это очень сильно. А вот желание – это все отказ от души. Потому что вы хотите пожелать то, чего нет еще. Отсутствие желания – это как раз вы обнаруживаете то, что у вас есть. У вас есть величайшее сокровище. Ну, как избавиться от желаний? Да, вот вопрос. Хороший. На миллион. Все стрессы, тревоги, депрессия. Появляются тогда, когда вы игнорируете… себя. Вот. Того, кто вы есть. И начинаете жить, желая нравиться, угождать другим. Вот вам стрессы, тревога, депрессия. Все из-за этого. Нравится угождать другим, подстраиваться под других, соответствовать требованиям других. Вам гарантирован стресс и тревога и депрессия. Депрессия. Мы знаем, что депрессия – это болезнь номер один сегодня. Потому что, вот, хотим быть в обществе, с обществом, с людьми. Вот это лицемерие, от лицемерия. Так что, подстраиваемся. Так. Люди с мнениями всего лишь докучают друг другу. Люди со своим мнением, вращающиеся вокруг вас, всего лишь докучают друг другу. Сделайте так, а вот думайте, как сделать так, чтобы делать добро. Делайте его снова и снова, и вы наполнитесь радостью. Слова Будды. То есть, мнения докучают. Действительно. Действительно. Вот сколько сейчас… Да, вообще, каждый день по разным вопросам экспертов собирается. Вот они обсуждают все. Мнение. Вы сделаете добро людям какой-нибудь. Так, Джиду Кришна Муртию. Страх – это результат времени. Никто не боится вот этой немедленности. Но все боятся того, что случится или что случилось. Вот вам, пожалуйста, страх. Суть страха – это время. Время. Поэтому научиться… Значит, страх… Суть страха – время, да? Значит, а время мы знаем – это условие бытия. Значит, по сути, бытие наше генерирует страхи. Значит, мы обречены бояться, да? Значит, нам нужно отстраниться от этого бытия. О! И признать свое бытие. Своё бытие – оно безвременно. Правда ведь? Когда мы к душе прикасаемся. Это поразительно. Внутренний мир не знает времени. То есть, если знает, если знает это время, да? Ведь мы же носим в себе память о прошлом, например. Это же время всегда. Значит, если мы живем в настоящем, то времени нет. Вот в этой немедленности. Ведь, по сути, вот я сказал слово, или предложение, или фразу, и она уже после того, как я это сказал, она уже стала прошлой. То есть, она перестала существовать. Представляете, да? Вот мысль изреченная есть ложь. Это уже мысль изреченная, она перестает существовать. Значит, она… А если она не существует, значит, я… Я не вспоминаю, я говорю, значит, это… Думая, что она есть, это же ложь получается. Очень интересно. Значит, есть только настоящий момент. А если я лгу сам себе, я лгу себе, следовательно, я живу в страхе. Ложь порождает страх. И она очень энергозатратна. Потому что, может быть, самое правильное – научиться молчать. Научиться молчать. И вот я… Я научился молчать с людьми. Вот. Потому что для меня оказалось таким невыносимым… Ну, сейчас, может быть, не невыносимым, а сейчас я просто не могу слово подобрать. А… Ложь одного и моя ложь, собственно. То есть, это умножение лжи, да? Это слишком много. Поэтому кто-то должен молчать. И вот через молчание, через эту тишину, себя манифестирует нечто другое. Правда. Любовь. Истина. Вот это удивительное, удивительное состояние. Я его испытываю периодически. Когда я погружаюсь в эту внутреннюю тишину, когда у меня нет мыслей, и когда окружающий меня мир шума замолкает во мне. Он же… Его же цель-то какая? На цель этого мира сделать меня его частью. Чтобы я точно так же жил в иллюзии. Ложь – это ведь иллюзия, правильно? Вот. Смотрите, какой интересный ход был сделан мной насчет лжи и иллюзии сейчас. Если ты причиняешь страдания другим, если ты убиваешь других, будь то во гневе или… Участвуя в организованном убийстве, которое называется война, ты, кто являешься частью человечества, не отделяешь человека борющегося от остального человечества, ты разрушаешь себя. Ты не отдельный человек борющийся с остальным человечеством, а разрушающий себя человек. Тот, кто убивает других и причиняет другим страдания, убивает себя и причиняет страдания себе. Дальше. Смысл – это всегда не свобода. Смысл – это жесткие рамки, в которых мы загоняем сами себя. Мы думаем, что смысл в деньгах, или в любви, или в вере, или в познании чего-то неизведанного. Но все это лишь рамки. В жизни нет смысла. И это ее высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти. И это важнее тысячи придуманных смыслов. Ну вот тоже. Вопросы, да? В чем смысл жизни? Зачем я живу? Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? И так далее. Вот разговоры о смысле и поиск смысла жизни отвлекают нас от самой жизни, оказывается. И что, давайте задумаемся на эту тему. Возможно, это всего лишь рамки, действительно, в которых мы находимся. И сам смысл – это то, куда мы себя загоняем. Мы сами себе придумываем эти ловушки. Псевдоинтеллектуальные. Мы ведь все выдумали. Смотрите, вот смысл в деньгах, мы думаем. И это что? Это вера в экономику. Ведь это деньги. Экономика – это такой же фетиш, как и все остальное. Бог. Божок. Смотрите, как интересно, да? Это рамки. Конечно, рамки. Дальше. Любовь. Потребность любви. Тоже рамки. Мы знаем, к чему это приводит очень часто. Люди, которые любят, они довольно-таки жестоко могут обходиться с партнерами, со своими, да? Вот. Или страх, меня не любят, очень может сильно влиять на человека негативно. И на его отношения с людьми, близкими. Или вера. Да. Вот. Любовь ограничивает. То есть. Вера. Тоже, да? К чему она приводит, вера? Вот. К фанатизму. К тому, что появляются идеологии. Да. Что вера вот так и должно это быть. Все. Вера в Бога. Что Бог за меня решит. Да. Да. Если Бог, то, значит, есть. Значит, что? Я могу на него положиться. А это что такое? Да это положиться на авось. Это, значит, не включать мозги. Просто сказать. А просто расписаться в собственном интеллектуальном бессилии. Разве вера не ограничивает человека? Очень сильно ограничивает. Ведь он отказывается прикладывать усилия. Обдумывать все. Развивать интеллект. Вот. Для чего вера и нужна. И вот как она используется. Для идиотизации людей. Или познания. Чего-то неизведанного. Да. Тоже ограничивает. Значит. А что тогда? Эти рамки. А как их сломать эти рамки? Отказаться от участия в экономике. Да. От этой. От зарабатывания денег. От всей этой экономической жизни. Да. От потребительской покупок. Там и прочее. Отказаться от любви. Но как это сделать? Для этого нужно. Поработать над собой, конечно. И вот эту потребность любви, она уйдет. Когда вы научитесь себя любить. Вам. Вы перестанете нуждаться в любви. Вот. Парадокс опять, да. Вера. Не надо ни во что верить. Надо понимать, что вера это всегда лотерея. Авось. Риск. Потому что я. Что. А ведь что-то же и от меня требуется. Вот. Потребовать от себя. Вот. Взять ответственность на себя, да. Вот. Как раз это и есть свобода. Свобода это же способность взять на себя ответственность. За свою жизнь. Очень сложно. Очень сложно. Я вот очень мало таких людей вижу. В основном там люди прозомбированы. Установлены ментальные программы. И они не свободны. Страшно не свободны. Ими легко управлять. Люди как будто под гипнозом живут. Загипнотизированы. И ими управляют. По сути марионетки в руках там. Кукловодов. Они этого не понимают. В чем дело. Это и есть глухая бессознанка. Поэтому. Познание чего-то неизведанного. Но вот часто копаются, да. Копаться, копаться. Надо докапываться. Самокопанием занимаются. Зачем? Это тоже ограничивает. Потому что вместо того, чтобы ценить то, что есть. Вот эту жизнь свою. Понимаете, вот жизнь очень интересна. Мы ищем оправдание. И опять. Это большое заблуждение. Ведь смысл жизни. Поиск смысла жизни. Это поиск оправдания жизни. Жизнь не нуждается в нашем оправдании. И вот. Всякий раз. Когда мы оправдываемся. Вот заметьте. Мы находимся в роли жертвы. Если мы в роли жертвы. Какой нам будет жизнь казаться? Бессмысленной. Смотрите, да. То есть, по сути, смысл жизни делает жизнь бессмысленной. Поэтому не оправдывайтесь. Вообще никогда не оправдывайтесь. Ни за что. В этом вы показываете. Что жизнь, она сама себя манифестирует. Просто наблюдайте. Наблюдайте. Очень интересно. Очень интересно. Вот сегодня я общался. И вот очень. И я начал. И потом я вот. Ну вот мои реакции какие-то. Я спонтанно очень себя вел. Да. А не как психолог совсем. Это тоже. И потом что-то я начал испытывать. И потом. Вот я начал следить за своими мыслями. Что они мне. Что они мне говорят. Ну вот я увидел. Как работает мысль. Против. Как мысль может работать против человека. Вот смотрите. Что интересно. Я знаю как надо себя вести. Но я так не веду. Допустим. Я знаю как надо мудро правильно себя вести. Но я мудро правильно себя не повел. И мне мысль тоже как бы об этом заявила. Ведь ты же знаешь. Почему же ты вел себя иначе? И тут что? Она потребовала искать оправдание себе. То есть моему поведению. Я остановил это все дело. Остановил его. Потому что жизнь не нуждается в оправданиях. Потому что я. Сам мой мозг. Сами мои мысли. Расставляли мне ловушки. Вы представляете. Вот эти игры разума. Какие они. А я задался. Я задался главным вопросом. А в какой роли я нахожусь? Все встало на свои места. Я так поступил. Я так поступил. И как поступил. И для всех это урок. И самое главное во всей этой истории. Что здесь был урок. В том числе для меня. Не оправдывайся. Будь спонтанным. Не ищи смысл. Иначе смысл. Смыслом этим ты угробишь жизнь. Интересно. Пожалуйста. Манифестировала себя жизнь. И оправдание это что? Это финал. Финал жизни. А в жизни нет финала. Которому я обязан прийти. Не обязан я так себя вести. Даже если я знаю. что так правильно. Я так делать не обязан. Я даже себе ничего не должен. Поразительно. Вот она свобода. Понимаешь? Когда ты поднимаешься даже над своим знанием, мудростью и опытом. Вау. То есть есть вот эти уровни. они в нас. В нашем интеллектуальном. Внутри нас открыты. В нашем интеллектуальном росте. С этим связаны. Я не обязан придумывать смысл оправдания. Я просто должен жить. и я просто живу. И вопрос теперь. А как я к себе отношусь? Я принимаю свою жизнь, свою экзистенцию? или не принимаю? И вот если я не принимаю ее, я нахожусь в конфликте, в борьбе с жизнью. С самой жизнью. А что может быть хуже этого? А если я принимаю? То есть никакого конфликта нет у меня. Ни внутреннего, ни внешнего жизни. Потрясающе. Разве это не потрясающе? Если я принимаю жизнь и свое несовершенство, и мое несовершенство – это совершенство жизни, я принимаю и других такими, какие они есть. Удивительно. Удивительно. Вот вам, пожалуйста, мои озарения. Я способен принять этого любого человека. Значит. Потому что я способен принять одного, главного человека в моей жизни – самого себя. И не оправдываться, и не осуждать. И не любить, не верить, не познавать, искать, не обеспечивать себя. Мать, а вот как… И просто я есть. И я есть – это больше, чем все остальное. Вот опять к этой фразе мы вернулись к Георгий Иванович Гурджиеву. Да, смотрите, мудрец был невероятный, Гурджиев, оригинальнейший ум. Вот я сейчас поразмышлял и пришел к его выводу. Значит, то, что я есть – это важнее всего. И я не могу не быть, когда я знаю, что я есть. Мне кажется, что это гениально все. Ну, может быть и нет. Это трудно оценивать, но, по крайней мере, вот эти размышления, они приводят вот к этому оптимизму, онтологическому оптимизму. И, казалось бы, да. И вот к этой вот бесконечности, безрамочности, никаких рамок нет у жизни. Нет. Нет. И никаких страхов нет, мы говорили, да. И в том числе и там страх смерти, еще какой-то страх. Понимаете, вот это все с помощью логики, только с помощью мышления. приходим к этому ощущению и даже, ну, я бы сказал, даже знанию, пониманию вот своего удивительного положения в мире. В мире, который и есть я сам. Который во мне и вне меня. Это все я. Потому что я и есть жизнь. Фантастика, фантастика. Если я жизнь, то мне не нужно больше ничего. Потому что я уже, я уже все. Понимаете? Какие мне, какие конфликты, какие противоречия, какие... Все преодолено. Это все мелко. Это все отнимает жизнь. Вот вам, что отнимает жизнь. Вот это великая философия. Великая философия жизни. Жизнеутверждение. Вот то, чем мы сейчас тут с вами занимаемся. Поразительно. Вот он дзен. Это же... Это дзен. Это мудрость дзена. Я этого не слышу вообще. Нигде таких размышлений. И мне самому приходится... Мне самому приходится размышлять. И даже если б я слышал и не размышлял, то я бы не понял этого. Поразительно. Так, еще один жизненный урок. Никто не остается с вами навечно. Постоянно. Учитесь выживать в одиночку. Привязанности вредны, очень вредны привязанности. Я... Это одна из самых серьезных психологических проблем, которые каждому приходится решать. Это привязанности. Я уж... Я уж про зависимости не говорю, да. Там... Алкогольная, табачная, наркотическая. Вот я сегодня... Сегодня у меня была фотосессия. Я вот в автобусе ехал и заходит пара вот этих, да. Как их называют... Синяки, да. Ну вот люди... Спившиеся, спившиеся, да. Женский алкоголизм, мужской. Знаете, вот это же... Вот она зависимость. И привязанности. Если у вас получится избавиться от всех зависимостей и привязанностей, это самое крутое. Это самое крутое. Это... Такая трансформация произойдет. И вы выйдете на необычайно высокий уровень интеллектуального развития, духовного роста. Люди, которые не в состоянии мотивировать себя, должны довольствоваться посредственностью. Какими бы впечатляющими не были их таланты. Эндрю Карнаги. И вот, оказывается, к чему мы приходим. А мы приходим к тому, что человек сам, сам себя мотивирует. И, вы знаете, вот это с одной стороны легко, а с другой стороны очень сложно. И... Легко почему? Потому что... Но... Видя, допустим... Предвидя будущее, а как мы его предвидеть можем? Ну, глядя на других людей, которые занимались чем-то, да? Долго, упорно. И достигли высот. И, зная, что наше будущее, оно закладывается сейчас. Вот то, что я делаю, то, чем я сейчас занимаюсь, таким же будет мое будущее. Если сейчас я развиваюсь, то, скорее всего, я добьюсь успехов в будущем. Поэтому оно не представляется для меня тревожно. Поэтому человек должен быть занят всегда какой-то полезной работой, ну, для себя, на себя, для себя, работой интеллектуальной. Тогда можно сказать, что за его будущее мы спокойны. А с другой стороны, сложно. Почему? А вот когда хребта нет, когда нет дисциплины, когда нет цели, когда нет поддерживающей среды, когда опека есть, да? Когда вокруг тебя не те люди, или когда ты не поставлен в определенные условия обстоятельств, когда надо выжить. Вот это зона комфорта, да? Ну, зона комфорта, она для мотивации разрушительна. Поэтому, ну, если там создать какие-то невыносимые условия жесткой конкуренции, да, тоже не каждый это выдержит. Все нужно тут в меру очень знать. Вот видите, как все сложно, да? И одновременно просто. Беспокоиться стоит только о неуправляемом своем беспокойстве. Остальное все случается само собой. Вэй. Дэ. Хань. Беспокойство, тревога, серьезные, серьезные вещи. Они связаны, конечно, с социумом, да, с жизнью в социуме. Вот. Но можно научиться управлять этим, полюбить свою тревогу, свое беспокойство и даже направить это в созидательное русло. Вот. Ну, это, это подходы, это все в процессе психологического консультирования, психотерапия, это все решается. Ошо опять. Интеллекты занимаются познанным и непознанным, но не непознаваемым. А интуиция работает с непознаваемым. С тем, что не может быть познанным. В непознаваемое можно проникнуть, но невозможно его объяснить. Возможно, ощущение, но не объяснение. Вы знаете, вот, например, ну вот психология, да, я каждый раз, каждый раз я, когда я задумываюсь, это самое чудесное, что только у меня есть. что это может быть, это способность думать, задумываться. И что невозможно остановить, это наша, нашу привычку думать. Вот от всего можно избавиться, от всех привычек, кроме привычки думать. И, видимо, это не случайно, потому что привычка думать, я предположу, она как раз и способствует интуиции нашей, развитию нашей интуиции. Потому что мы, думая, познавая, непознанное, всегда сталкиваемся с чем? С непознаваемым. Вот я, вот мы с армянским философом Арсеном Меликианом написали книгу «Философские беседы». Говорят, там, значит, абзац мой и абзац Арсена. И вот, я все-таки очень хочу издать эту книгу. Вот, если среди вас есть люди, которые готовы поддержать издание книги, будет очень здорово. Так вот, о чем бы мы ни говорили, о чем бы я ни говорил, я всегда упирался в тайну, в непознаваемое. Поэтому для меня тайн, загадок слишком много. Для меня вопросов больше, чем ответов. И вот тут вот, и вот здесь уже вот интуиция начинает как-то работать. Вот, и ты, ну что за этой гранью-то, что вот, вот здесь ум остановился дальше. И дальше интуиция. И вот ты чувствуешь нечто совершенно удивительное, поразительное, волшебное, сказочное, загадочное, чудесное. Но это уже несказуемо все, это, это не логизируется, это никак не, нельзя охватить умом. Здесь можно только почувствовать интуитивно. И вот это прикосновение к чему-то совершенно небывалому. Вот еще один повод для оптимизма, онтологическое, смотрите. Интуиция, она очень оптимистична. И как мне помогает интуиция тоже. Начинаю вот. Она у меня уже настроена, поэтому, да. И я всегда к чему-то прикасаюсь. Вот если я, допустим, разговариваю с человеком глупым, да. Глупый человек. Я понимаю, что он глупый. Хотя вот так вот делить, наверное, не стоит при всем при том. Но, понимаете, все-таки глупый. Почему? Потому что радости не вызывает. Умный человек, я думаю, вот то, о чем я говорю сейчас, да, это прикосновение к непознанному, это радость внутренняя. Если я не испытываю радости от общения с человеком, для меня этот человек глупый. Вот. И интуитивно я чувствую это уже, если я дал себя вовлечь, допустим, в какой-то спор или разговор, да. Значит, я почувствовал это. Почувствовал, что, ну вот какое-то, какая-то это вот вся жиджа, да, что-то такое, грязь какая-то. Какая-то, какая-то убогость. Вот, ну, то, что противоположно вот радости, свету, какая-то грусть, ненормальная грусть, это ненормальная. Вот, это осадок такой, да, грусть, печаль, тоска, вот это ненормальная совершенно. Какое-то даже болезненное состояние начинается, да. Человек начинает болеть просто от общения с дураками. Очень, очень серьезные вещи. И наоборот, мудрое слово целительное происходит, вы знаете, что происходит, когда слова, вот те самые попадают в душу, как зерна, в землю, да, как... И всходят, там это моментально происходит, кстати говоря. Зерна разума, мудрости, посеянные в душу, они всходят моментально, человек начинает реагировать. У него происходят реакции физи... физиологические. И это, в этот момент происходит исцеление. Человек может не понимать этого, но психолог это понимает. Что происходит с человеком, почему он так реагирует. Вот человек сидел спокойно, мы общаемся, и вдруг начинается разговор на тему, он начинает зевать. Пошла реакция. Потому что та самая тема нужная. Знаете, когда зевают? Когда речь идет об обидах. Обиды есть у всех. Обиды, друзья мои, обиды, это самая распространенная и самая, я думаю, что самая болезненная вещь. Преодолеть которую очень сложно. Этим надо заниматься. Ну и психотравмы, все понятно, да? Я хочу об этом поговорить как-нибудь. Поговорим про исцеление от психотравм. Я задумал тоже такой интересный цикл. Но я сейчас сделаю книгу сначала. И я уже там подготовился, в общем, сейчас я сделаю, да? И она будет доступна вам. Вот. Так что вот это я хотел сказать. Так. Ну, продолжим в следующем видео. Сейчас вот часовой ролик, это уже, наверное, много, да? Спасибо вам за внимание. Напоминаю, спонсорам доступны очень хорошие, дельные, цельные, важные, глубокие, умные, полезные. Серьезные, серьезные, научные, эффективные видеоролики по психологии, психотерапии и индийской философии. Смотрите, индийская философия как метод психотерапии используется мной в том числе. И, то есть, философия индийская как великое утешение. Прикоснетесь, увидите ход мысли древних индийцев, великих философов, которые были задолго до европейских и, в общем, на огромный вклад внесли в развитие человеческого мышления. Вот. Спасибо за донаты вам. Если вам нравятся наши видео, их уже больше четырех тысяч на нашем канале видеороликов, вы смотрите это, вам они помогают. Вот. Вместо консультации смотрите ролики эти, то можете сделать донат тоже, который пойдет, донаты, которые пойдут на развитие канала нашего. Конечно, делитесь ссылками на ролики. Вот. И будьте счастливы. Самое главное, будьте спокойны и счастливы. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...